В эфире новости Анапа. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Я с этого пулемета весь ящик патронов расстрелял. Награда для героя. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кузьмич Ищенко получил юбилейную медаль в год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Эту память передавать нашим детям, нашим внукам. Памяти павших во имя живых. В Анапе финишировал автопробег по местам боевой славы. Я не представляю свою жизнь без танцев, что я просто приду, сделаю уроки, буду сидеть дома. И снова золото. Анапский коллектив Лонапарк покорил судей чемпионаты мира по танцевальному спорту в Праге. И начнем с главного. Подготовка курортной инфраструктуры к зиме, благоустройство Анапы и поиск земельного участка для строительства храма в Станице Благовещенской. Такие задачи были поставлены главой города сегодня на планерном совещании. Подробности в нашем сюжете. Анапские пляжи готовят к зиме. Всю прошлую неделю рабочие занимались демонтажом брошенного оборудования и временных сооружений. Только строительного мусора было вывезено почти 30 тонн. Давайте в эту субботу тогда объедем пляжной территорией и посмотрим. Я все равно буду стремиться к тому, чтобы к зиме ничего не было на пляже, кроме песка и чистоты. И конкретный пример, как надо наводить порядок. На этом месте совсем недавно стояли гаражи. Наследники еще советской эпохи. Теперь во дворе на улице Терской будет своя прогулочная и парковая зоны. Следующее поручение – подобрать земельный участок для строительства храма в Станице Благовещенской. Сейчас церковь расположена в частном доме. Ситуацию нужно исправить, причем срочно. Есть письмо владыке. У нас в каждом населенном пункте должна быть нормальная церковь. Много претензий вызывают разрытие дорог в городе. Нередко специализированные предприятия, вскрыв асфальт, не торопятся проводить работы, в том числе восстановительные. Каждому ордеру на разрытие должен прилагаться четкий график, дал поручение Юрий Поляков. Продолжается благоустройство города. Специалисты ремстроя ремонтируют тротуары и бордюры, обновляют тротуарную плитку. Сейчас ведется ремонт тротуара на Симферопольском шоссе. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. У главы Анапы новый заместитель. Сегодня на планерном совещании представили Валерия Плотникова. Он будет курировать вопросы физической культуры и спорта, взаимодействия с военнослужащими и казачеством, а также деятельность военно-учетного стола. Не стареют душой ветераны. В рамках празднования 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, глава Анапы Юрий Поляков вручил юбилейную награду в числе первых ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кузьмичу Ищенко. В этом году бывшему летчику исполнилось 96 лет. От имени губернатора Краснодарского края глава Анапы Юрий Поляков вручил заслуженную награду ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ищенко. Всего же памятные медали вручат 442 ветеранам. Вначале отступали, потом отступали. На какую сторону? Можно я его тут пока повешу? Военный летчик Иван Кузьмич Ищенко впервые сел за штурвал боевого самолета в 19 лет. Он один из тех, кто принимал участие в освобождении Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Во время разговора с главой города Юрием Поляковым вспомнил одно из заданий, которое получил от командования – провести фотосъемку вражеского аэродрома. Зашли вот туда, от Лысой горы. Немцы не ждали, конечно, никого. И достаточной высоты набрали. Две бомбы сбросили, светящие. И за это время спели сфотографировать. Сфотографировать. Причем самолет шел на малых оборотах. Еле-еле, значит, лишал. И как бомбы сбросили из-за фотосъемки, тогда туда, значит, на тоннельную, на железную дорогу, вдоль дороги, пошли, значит, сюда, в тыл. Участвовал Иван Кузьмич в освобождении Краснодара и Таманского полуострова. За освобождение Кубани авиационный полк, в котором он служил, наградили орденом Красного Знамени. Летчики вылетали на разведку в любую погоду, даже в грозу и ливень. Прошел всю войну. Белоруссия, Прибалтика, потом был Кёнигсберг, Пруссия и Варшава. Освобождал Берлин. Помнит Иван Кузьмич тот момент, когда прозвучало долгожданное слово «победа». Мы встречали победу, еще не было победы. Польское радио передало, что конец войны. А было вот такое уже дело, к концу шло. Мы все побежали на самолеты. Я, например, побежал на самолет, там турельный пулемет был. Я с этого пулемета весь ящик патронов расстрелял. Он охотно делится своими воспоминаниями. Сегодня это уже история. Сотрудники Центра социального обслуживания населения помогают ветерану в приобретении продуктов и уборке квартиры. Для них Иван Ищенко – настоящая живая легенда. Иван Кузьмич всегда очень благодарный получатель социальных услуг. Он наш учитель, он наш наставник. Мы его очень любим, ценим и очень гордимся тем, что у нас есть такой получатель социальных услуг. В свои годы Иван Кузьмич ведет активную общественную жизнь. Сейчас готовится к месячнику военно-патриотического воспитания. Он начнется в январе и закончится как раз ко дню защитника Отечества. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе финишировал автопробег по местам боевой славы Кубани. От Туапсе до города-курорт автомобилисты преодолели более 200 километров и встретились у стелы воинской славы. Почтить память погибших героев пришли местные жители, представители военно-патриотических объединений и молодежных организаций. В октябре 43-го года от гнета фашистов уже были освобождены Курск, Орел, Белгород и Донбасс. Это время стало переломным для жителей Кубани. 75 лет назад вдоль голубой линии шли ожесточенные бои. От Туапсе до Таманского полуострова советские солдаты дали отпор самым титулованным дивизиям вермахта. Война это наверное самое ужасное, что придумало человечество на земле. И самое благородное это мир. Давайте будем помнить наших ветеранов, которые нелегким трудом, ценой 28 миллионов жизней наших родных, близких, просто наших сограждан, добыли эту победу. И помнить эту память передавать нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам и попытаться научиться разговаривать и слышать друг друга. Город воинской славы стал заключительной точкой автопробега, посвященного годовщине освобождения Краснодарского края. Анапа радушно встретила гостей. Примите от Анапского городского совета ветеранов, войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов благодарность организаторам и участникам автопробега за то, что вы славите Россию, Кубань и славите народ победителей. На митинге собрались десятки анапчан, большая часть из которых – молодежь. Нужно помнить своих предков, нашу страну, нашу станицу, потому как люди многие отдали жизнь для того, чтобы мы сейчас существовали. Совет ветеранов, объединение ветеранов войны в Афганистане и районное казачье общество преподнесли цветочные корзины. Жители и гости города-курорта возложили к стелле цветы в память о погибших советских героях. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Хатамана Анапы, его же подчиненные обвиняют в том, что его действия привели к экономическому упадку городского казачьего общества. Сергей Бурлуцкий считает претензии в свой адрес недоказанными. Сейчас это дело рассматривается в суде. Подробности в нашем сюжете. О том, как разрушалась экономика анапского городского общества, рассказали сами казаки. В январе они записались на прием главе курорта Юрию Полякову. Говорят, накипело. В конце прошлого года войсковой старшина Сергей Череповский на сборе открыто выразил недоверие атаману Бурлуцкому. В заявлении, подписанном группой, теперь уже неугодных казаков, перечислены все предприятия, которые когда-то, по их словам, принадлежали городскому обществу. Когда я ему сказал, что я тебе не доверяю, ты не атаман, ты позор наш городского казачьего общества. У нас у казаков хата горит. У нас господин Нестеренко обманный пудем украл. Вот тут у меня вот эти документы я вам передаю. У нас было два рынка. Восточный и рынок крепостной. Техбаза была парковая 37. У нас был военно-спортивный лагерь, езжавший в Шуко, с левой стороны, зашел Бамов. Это было поле, где ребята готовились даже в армии. Где казаки готовились для военно-полевых сборок, когда подходит атаманского отдела в городе Минске. Это у нас было. И была база отдыха для казачат. Это за малый утриж. Все это мы потеряли. Сам атаман Бурлуцкий эти обвинения комментирует осторожно. Вроде и фактически было что-то, вот только документально, по его словам, не оформили. А значит и доказать это сегодня сложно. Анафскому городскому казачьему обществу не принадлежали никакие технические базы, никакие базы отдыха и так далее и тому подобное. В любом случае на праве какого-то юридического, на юридическом праве. Когда-то они, возможно, принадлежали городскому казачеству на праве фактического владения. Тем не менее, городской атаман подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, оценив моральный вред в 200 тысяч рублей. Сегодня состоялось предварительное судебное заседание. Обсуждался вопрос назначения лингвистической экспертизы. Завтра стороны должны сформулировать свои предложения. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Руслан Душевский, Анапа. Регион. Мы будем следить за развитием событий и проведем собственное расследование. Завтра наши корреспонденты расскажут о том, как рынки, которые некогда были казачьими, сейчас фактически таковыми не являются. Причем здесь мы предоставим неоспоримые доказательства. И к другим новостям. Во имя дружбы народов в спортивном комплексе «Витязь» завершился фестиваль студентов российских и белорусских вузов, который проводился уже в 16-й раз. В спортивных состязаниях приняли участие около 250 спортсменов-любителей. Приятно, что Анапас вам понравился. Мы старались, не всегда получалось, чтобы светило солнце, было теплое море, но мы старались, уж поверьте, грели как могли. Если бы не надписи на костюмах, и не разберешь, кто здесь представитель России, а кто из Республики Беларусь. Соревнования проходили в нескольких номинациях, но без медалей не уехала ни одна команда. Чтобы попасть на это мероприятие, наши студенты принимают участие в чемпионате ССК. В этом году в нем принимало участие 24 тысячи человек. И вот лучшие из этих ребят, из любителей спортсменов, они сюда приехали. Впрочем, приехали сюда ребята не только помериться с силами. Главное, признаются участники, получить новые впечатления и завязать знакомства. За 15 лет в спартакиаде дружественных государств приняли участие десятки тысяч ребят. Задача вузов – организовать студенческий спортивный клуб, провести крутые соревнования внутри своего вуза, чтобы их команды поехали на всероссийские чемпионаты ССК России. География российской делегации весьма обширна. Москва и Санкт-Петербург, республики Адыгея и Бурятия. Кубань, представленная тремя вузами, отличилась в эстафете и гиревом спорте, заняв призовые места. В следующем году принимающей стороной будет Республика Беларусь. Власта Царева Михаил Григорьев, Анапа-регион. Искусство не имеет границ. Анапский коллектив «Лонопарк» покорил судьи чемпионата мира по танцевальному спорту в Праге. У состязаний нет аналогов. В систему чемпионата входит более 90 стран. 12 лет назад наши танцоры стали серебряным призером. А в этом году вернулись из Чехии с золотом, оставив соперников позади с большим отрывом. Александра посвятила танцам 11 лет. В этом году она готовится получить звание мастера спорта. Участница коллектива вспоминает, мама настояла на занятиях в академии, когда Саше было 5 лет. Теперь ни дня не проходит без тренировки. Сегодня Александра – солистка группы. Как говорит сама спортсменка, ведущая роль – это огромная ответственность. Вытянуть команду на первое место – это все-таки очень сложно, потому что солистка – это все-таки лицо, это подача, это то, как ты справишься со всеми эмоциями, как ты правильно подашь это все. Я не представляю свою жизнь без танцев, что я просто приду, сделаю уроки, буду сидеть дома. Международный чемпионат «Шоу Дэнс» объединяет лучшие мировые коллективы вот уже 15 лет. Чтобы попасть в финал, участникам необходимо пройти ряд отборочных соревнований в своей стране. Луна Парк вошел в тройку лидеров и блестяще проявил себя на сцене. Их номером «Юзим» покорил все европейское сообщество. Мы в финале номера, у нас выстраивается такая очень длинная полоса из людей, у нас было 104 человека в номере, и люди протягивали руку в зрительный зал, соединяясь с людьми всего мира. Мы вне политики, вне каких-то интриг, вне экономики, вне чего. Искусство должно оставаться абсолютно неполитичным. И мы это и показали нашим номерам. В Анапу победители вернулись с золотыми медалями и кубком. Как говорят сами преподаватели, поездка в другую страну с таким большим коллективом – драгоценный опыт. Сейчас спортсмены начали готовиться к чемпионату России, который пройдет в марте в Санкт-Петербурге. Танцоры намерены и здесь отстоять свой чемпионский статус. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok